Посмотри карту, которая тебе попалась, и покажи ее камере. Все видели? Давай. Теперь не бойся и положи карту в колоду, и потом перемешай. С именем Аллаха. А теперь я вам покажу фокус. Я пофокусничаю. И у него не получится. Получится, получится. Ладно, в общем, ты сам смешал картой, давай я еще раз их смешаю. Да ладно, нет надобности. В общем, смотрите, на этой бумажке нарисована та карта, которую вы выбрали и показали. Опа, давай, открывай. Ну, скорее всего, там она нарисована. Вот эта карта, скорее всего. Это? Не эта. Не эта. Упс, похоже, точно. У тебя не получилось. Да нет, я что, пришел сюда, чтобы обломаться? Трюк с прокалыванием себя кинжалом или глотанием кинжала. Когда Сахар это показывает, он совершает обман. Шайтаны встают на место груди и живота Сахара, после чего образуется что-то вроде защитного слоя, и он ударяет ножом в этих шайтанов. Многие люди даже говорили, что видели своими глазами, как кинжал выходил из спины. Люди мне сейчас говорят, как же ты не был святым, если нож выходил из твоей спины? Я им отвечаю, что, дорогие братья, все это было колдовством. Все это развод. Хорошо, а как же ты выкалывал себе глаза кинжалом? Я отвечаю, что это вам казалось, что я их выкалываю, но я их не выкалывал. Ну, ты же делал то-то и то-то, и я отвечаю, что ничего из этого не было по-настоящему. Все эти трюки выполняли шайтаны. Просто обман шайтанов. Развод. Запугивание людей. И ничего больше. Однажды в Худейде, в Йемене, со мной произошел случай. В ночь, в которую я совершал сихар, ко мне пришел один парень. Он был соблюдающим выпускником школы Курана. Прошу Аллаха наделить его величием и гордостью за свою религию. Этот парень вошел ко мне в дом. Через дверь. Прочитав первую строку Айтуль Курси. Аллах нет другого достойного поклонения, кроме него. Живого и самосущего. И что же случилось? Что произошло с сихаром? Что сделали шайтаны? Разбежались. Разлетелись. Как звери, которых испугал человек своим движением. Как птицы, которые разлетаются при появлении человека. Они разлетелись. Оставив меня одного с болью и кинжалом в животе. Меня отвезли в больницу, где я провел три месяца. Проткнул себя кинжалом, и шайтана его оставили. Субханаллах. Я втыкал кинжал, а он в этот момент прочитал Куран. От силы удара он вошел прямо мне в живот. А шайтаны разбежались, оставив меня одного. Три месяца я лечился в больнице. Ас-Сафара-Ини упомянул от одного из мамов-салифов, что он однажды поехал в хадж. И приехав, он увидел, что все жилье снято, кроме одного дома. И ему сказали, ты имам, и мы боимся за тебя, ведь в этом доме живет джинн. Этот джинн убивает всех, кто туда заходит. Он нападает на любого и убивает его. Но он все же пошел к владельцу и снял его. И пусть на Аллаха полагаются полагающиеся. И вот он вошел в этот дом, сказал бисмиллях, прочитал зикры и уснул. И во время сна он услышал грохот. Сильный грохот. Конечно, соседи ждали там на улице, желая увидеть, что же случится, что шейх умер, ну и все закончено. И вот случился этот грохот. Он вскочил и увидел негра, спрыгнувшего с потолка на пол. То есть шайтан в образе негра, в образе темнокожего человека. Что же сделал имам? Он сказал Аллаху ла илляха илляху вальхайюл кайюн. Начал повторять и смеяться. Мусульманин должен всегда быть уверенным в Аллахе. Ты должен полностью ему доверять. Потому что если бы он молча замер и не читал Куран, шайтан бы его одолел. Аллах нет божества, кроме него, живого, поддерживающего жизнь. Им не обладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Он смеется и читает. И так до слов Аллаха. И не тяготит его оберегание их. То есть ему нетрудно оберегать. И не тяготит его оберегание их. И не тяготит его оберегание их. Он продолжал кричать, пока из его головы не показался огонь, и он рассыпался, как песок. Люди вошли и увидели один песок. Значит, вы советуете читать Айтуль Курси? Когда и где именно? В любом случае, когда человек боится чего-то неизвестного. То есть мы советуем мусульманам также читать Айтуль Курси после обязательных намазов. И даже на имущество. Аллах пошлет к нему хранителя. Он сказал тебе правду, хотя он и лжец. Пророк справедлив. Он слышит правду и принимает ее. И лжец он очень большой. Хорошо, шейх. То есть вы советуете читать Айтуль Курси? Да, на свое имущество, семью, детей, на свои вещи, а также на самого себя. Всех приветствую. Сегодня со мной кое-что случилось, и я хочу вам об этом рассказать. Так что же случилось? Я находился в магазине телефонов и хотел там поменять свою карту. Одним словом, один индиец стоял рядом со мной. Я вышел, чтобы поговорить по телефону, а он подошел ко мне и дал мне какую-то карточку. Дал мне карточку, но я не знал, что это такое, что он от меня хочет. Может, он предлагает мне какие-то скидки. И когда я посмотрел, я понял, что он заявляет, будто он знает будущее. И он может рассказать мне, как я должен спланировать свое будущее. Одним словом, это был человек, занимающийся сихром. И когда я узнал, что этот человек сахер или кто-то подобный, я сказал, нет, нет, я отказываюсь, я этим не занимаюсь. Он же сказал, что я тебе покажу и докажу, что я честный и действительно знаю будущее. И я сказал, как же. Он сказал, что назовет мне число моих братьев и сестер. Я сказал, точно? Да, точно. Число братьев и сестер у меня сложно, это тяжело просто угадать. Я сказал ему, давай, и решил его проверить. Скажешь, прямо здесь? Он сказал, нет, надо посмотреть место, где мы оба сядем. Я сказал, давай. И когда мы шли, я начал читать Айтуль-Курси на себя. И прочитал. И когда мы пришли в то место, где он должен был рассказать мне будущее и сказать, сколько у меня братьев, посмотрите на эффект Айтуль-Курси на сихра сахеров. Клянусь Всевышним Аллахом. Когда я с ним пришел на то место, в котором он обещал мне предсказать будущее, и после того, как я прочитал Айтуль-Курси и то дуа, которое я вам прочитал, клянусь Аллахом, он стал извиняться и сказал, что у него срочные дела. Я сказал, мужик, ну ты же сказал, давай, выкладывай, ты же умеешь, знаешь будущее, давай. Он сказал, да нет, я занят и все такое, сейчас не могу, приди в другое время, ну и так далее. Я сказал, нет, не поэтому ты уходишь. Я был перед тобой открыт. Но после того, как я прочитал Айтуль-Курси, между мной и тобой появилась преграда, и ты не смог ничего сделать с Айятом Курси. Ни ты, ни те джины, которые работают с тобой, ни твой сихр. Это милость от великого Аллаха. И он просто ушел, ушел униженный, такой весь облажавшийся. И поэтому я советую всем вам и самому себе всегда выстраивайте этим Аятом преграду между вами и теми, кто занимается сихром или работает с джинами. Спасибо.